А мы сегодня готовим с вами миндальные оладушки. Они, во-первых, без сахара, без лактозы и вообще без глютена. И без всяких там злаковых и зерновых. Дети мои обожают оладушки. И, кстати, на канале уже есть потрясающий рецепт тыквенных оладушек. А сегодня будут миндальные. Во-первых, они готовятся элементарно. Вам нужен один блендер, все ингредиенты туда накидали и дальше просто жарите. Они, конечно, очень полезные. У нас здесь яйца, которые отвечают за белковую составляющую. Миндальная мука, которая богата правильными жирами. И, что немаловажно, в них нет никакого сахара. Подслащивать мы их будем яблочным пюре. Как же сделать яблочное пюре? Берете яблоки, удаляете сердцевинку. Я даже не счищаю кожуру. Дальше берете какую-нибудь кастрюлю. Наливаете на дно небольшое количество воды. Ставите вот такую классную сетку. Это будет наша пароварка. Накидываете сверху яблоки, закрываете крышкой. И готовите яблоки до мягкости. Потом все яблочки перекидываете в блендер. Делаете вжик-вжик. И вуаля! У вас волшебное яблочное пюре. У нас дома вместо варенья используется. Можно добавлять в кашу или в выпечку. И вот сегодня мы будем вместе с ними готовить наши оладушки. Еще что важно. Если у вас вдруг не очень сладкие яблоки, вы прям можете в пароварку бросить один или два финика. И дальше вместе с яблоками превратите это дело в пюре. И будет чуть слаще. Миндальная мука. Что это такое? Это, конечно, перемолотый в муку миндаль. Важный момент. У меня, кстати, на канале уже есть ролик, как приготовить дома миндальное молоко. И то, что остается после того, как вы отжали само молоко, это жмых. Это немножко другое. Советую либо просто сухой миндаль перемолоть до состояния вот такой вот пыли, или, в общем-то, ее можно купить в любом магазине или в интернете. Она невероятно полезная, очень вкусная и имеет достаточно такой сам себе сладковатый вкус. Еще нам потребуется сегодня, как я уже говорила, яйца комнатной температуры, кокосовое масло буквально несколько столовых ложек, капелька яблочного уксуса, который прекрасно будет взаимодействовать с пищевой содой, чтобы эти оладушки получились мега пышными. И такими они и будут. Я очень люблю добавлять в них корицу, потому что, на мой взгляд, корица и яблоки – это какое-то волшебное сочетание. И, конечно, щепотка волшебной соли, которая все это дело объединит в одной вкусовой симфонии и, конечно, сделает их, на самом деле, слаще. Итак, берем блендер, будем поочередно закидывать туда ингредиенты, сделаем тесто, все пожарим, джик-джик-джик. Вообще сегодня какой-то супер элементарный и быстрый рецепт. Продолжение следует... Тесто получается, сейчас вам покажу, достаточно густое. Так должно быть. Я буду сегодня жарить свои оладушки в такой специальной сковородке, у которой уже есть прям выемки, чтобы мои оладушки получились идеально ровными. Но если у вас такой нет, просто используйте какую-нибудь блинную сковороду. Итак, я хочу для начала сбрызнуть ее маслицем буквально после первой партии, чтобы точно ничего не прилипало. И на один оладушек... Все, теперь в оливку и маслице. На один оладушек уйдет примерно 2 столовые ложки теста. Имейте в виду, что они еще поднимутся. Давайте будем уже жарить скорее. Я, видите, выкладываю тесто и слегка его выравниваю. Жарить мы их будем до тех пор, пока на поверхности не появятся пузырики. Когда вы увидели прям полно пузырей, только тогда переворачиваем. И не надо блины туда-сюда на вашей оладушке крутить. Один раз поджарить на одной стороне, второй раз на другой. Иначе вы из них вывейте весь воздух, и они не будут такими пышными. Продолжение следует... Пока эти красавцы дожариваются, я, конечно, уже хомячу вовсю. Я этих утопила в сиропе агавы, но, поверьте мне, делать это не обязательно. Они и так получаются сладкими и вкусными, и нереально пышными. Ну что, корицу сверху. Други, подписывайтесь на канал. Пробуйте эти оладушки. И обязательно, обязательно пишите мне внизу в комментариях, понравились ли они вам. И вообще, что еще приготовить. И приготовить. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok